Здесь должен быть выравнивающий слой, грунтовка, засыпка и асфальт с толщиной 4 сантиметра. На деле неровная поверхность и испачканный бордюрный камень. Недобросовестный подрядчик пренебрег договорными обязательствами асфальт Нажарова немногим лучше того, что был до ремонта. В ходе приемки работ выявлены недостатки в качестве применения асфальто-бетонной смеси и нарушения технологии производства работ. Сейчас подрядчику будет выдано предписание на их устранение, а потом произведено только полное устранение недостатков. Это уже второй случай, когда подрядчик за свой счет выполняет работы. Будем его постоянно учить. Значит, если бы не жалко своих денег, то, соответственно, будет переделывать до того момента за свой счет, пока не приведет в нормальное состояние. Естественно, ни рубля денежных средств бюджет за такое качество работы не будет оплачивать. Прежде всего, нарушена технология. Асфальт укладывали при большой влажности, значит, покрытие скоро лопнет. В ближайшие две недели рабочие должны положить здесь еще слой асфальта. У Дома детского творчества пока идут подготовительные работы. Из земли выкорчевывают бордюрный камень. Александр Кузьмичев осмотрел объект и принял решение увеличить площадь асфальтирования. Здесь работает тот же подрядчик, значит, к нему будет пристальное внимание. Здесь есть проблемы с водоотводом. Наши проектировщики будут решать вопрос, каким образом создать условия для того, чтобы вода с тротуаров уходила, с учетом отсутствия здесь ливневки. Я думаю, что благодаря совместному решению здесь появится нормальная возможность для детей посещать наш замечательный центр детского творчества. Если подрядчик снова подведет, с ним будет расторгнут договор в судебном порядке. В этом году тротуары отремонтируют на 50 улицах города. На эти цели из бюджета выделено 25 миллионов рублей.